Привет всем! Это канал ГОТОВИТЬ ПРОСТО и я Ольга Матвей. Сегодня мы будем делать такие оладушки-бутербродики-закусочные оладьи, как называют у меня их дома. Это оладьи с зеленым луком и яйцом. Это очень вкусно, они получаются такие пушистые, мягкие, они не падают потом, они мягкие всегда, они не твердеют. Их можно использовать утром вместо бутербродов, когда у нас нет ни сыра, ни колбасы, мы делаем такие оладьи, получается вот так вкусно. Это недорого, это очень быстро, их получается много. Из нормы, которую я даю, получается где-то 25-28 штучек. Ну, в общем, готовятся они быстро, сразу такая гора и разметаются на ура, и даже холодные они вкусные. Ну, в общем, все, и буду много болтать, потому что и так горлышко, осень на дворе. Ну, все, начинаем. Мне понадобится одно яйцо, такое большое яйцо, ложечка сахара, кефир, кефир я беру 2,5%, но чем жирнее кефир вы возьмете, тем лучше. Пол чайной ложки соды, мука, соль, немного перца, 2 вареных яйца и зеленый лук. Замешиваем тесто. У меня есть этот рецепт оладиков. Значит, я делаю обычное тесто на оладик, которое я делаю вот как сладкое, только меньше сахара добавляю и делаю их с начинкой. Сюда немного сахара, выливаем кефир, значит, слишком, как это, не жирный кефир брать не рекомендую. Не берите меньше, чем 2,5%. Добавляем сюда соду, перемешиваем и добавляем муку. Смотрите, тесто замешивается буквально за одну минутку. Вот так венчиком все хорошо перемешать. Так, теперь сюда отправляем немного соли, обязательно подсолить и подперчить. Отставим тесто в сторону пока, нарежем лук и яйцо. Нарезать нужно мелко, вот так. И яйцо дробим. Я варю по 10 минут яйца вкрутую. Дроблю мелко. Сейчас покажу, как я дроблю. Потому что кубиками все равно, знаете, они получаются тогда разной величины. Я вот так вот режу. Вот так. А потом режу вот так. Отправляем нарезанное яйцо и зеленый лук в тесто. Посмотрите, как красиво выглядит. Такие закусочные оладьи у нас получатся. Теперь можно ставить сковородку с маслом. Если обычные оладушки я делаю чайной ложкой, то здесь я беру десертную ложку. Набираю вот так в десертную ложку теста. Перед этим, кстати, ложку в воду обязательно и в разогретое масло. Теперь опять ложку в воду и набираю тесто. Чтобы они были более круглые, просто берите тогда чайную ложку и снимайте второй край чайной ложкой. Тогда, видите, более круглые они получаются. Но тут не суть важна, потому что, когда делаем дома утром, то раз-два быстренько. Не ставьте большой огонь, а то они сверху погорят, а внутри не успеют пропечься. Переворачиваем на другую сторону. Посмотрите, какая красота. Вынимаем оладушки. Посмотрите, какие они красивые. Они пышные. Они долго остаются мягкие, они не садятся. Так, хочу, чтобы вы посмотрели, какие они получаются внутри. Посмотрите, какая красота. Получаются как будто мини-пирожочки такие. Их можно с супом есть. У меня муж любит с супом. Иногда, если у бутерброда, ну вот ничего не купили на бутерброды, то можно сделать вот такие вот оладьи с утра. Так, теперь пробуем. Ну, естественно, есть нужно с чем? С сметаной. Значит, это очень вкусно. Они вкусные даже тогда, когда холодные. Вот такие мягкие, они не падают. Видите, вот такие вот они мягусенькие. Вот такие они остаются очень долго. Так, теперь в сметану. И очень мягкие. Значит, чтобы меньше сода чувствовалось в оладушках, это не только здесь, это вообще в любом рецепте оладий. Нужно брать кефир. Вы купили кефир, и чтобы он постоял 3-4 дня дома. И как бы, да, вот постоявший кефир. Тогда лучше сода гасится, и получается вот так вкусно, и вообще не отдает соды. Если вы свежий кефир купите, чуть-чуть будет нотка соды. Ну, я вообще к этому нормально отношусь. Но кто не любит привкусы соды, как мой муж, поэтому ему я всегда делаю дома оладьи на постоявшем кефире. Значит, на молоке не получится, потому что не будет такой пышноты. В общем, это очень вкусно, сочно, недорого, получается много. В общем, ням-ням. Беглюша рядом тоже требует оладушков. Любит она у нас вкусно покушать. Ну, хорошо. Вот такой сегодня был легкий и быстрый рецепт оладушков. Обязательно приготовьте дома на завтрак всем в своей семье. Спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Готовьте оладьи. Пока!